Утро от первого, мы на месте. Ты на заработок, ущерб от усколок, Уэлсен. Узов принято, уезжаем. Поздно вечером очередное крупное ДТП произошло на бульваре Кунаева, недалеко от ночного клуба «Мотор». Здесь неизвестный водитель автомашины «Тойота Камри» совершил столкновение с автомобилем «Субару». По словам очевидцев, «Тойота» двигалась по Кунаево со стороны проспекта Рыскулова, и в какой-то момент водитель автомашины, не справившись с управлением, выехал влево на обочину, сбил ограждение, врезался в Киа, двигавшуюся по встречной дороге. Слезай по центральной полосе. Вижу дым, комок, и он летит на меня, я резко вправо. Ну и хорошо, что там смещал меня с машиной. Ну то, что я больше не верил. Он летел явно там, с приличной стороны. В твоем охране не ходил по сторонам? Нет, я был один. А с этого он там берегил? Приехали службы, сказали, вроде что он убежал. В результате столкновения обе автомашины получили серьезный материальный ущерб. Несмотря на сильные повреждения, никто из участников аварии не пострадал. По словам очевидцев, водитель «Тойоты», не дожидаясь полицейских, снял номер и покинул место происшествия. Правда, второй остался лежать на земле. Сейчас причины ДТП уточняют специалисты дорожно-патрульной полиции. Другое серьезное ДТП зарегистрировано на трассе Шимкент-Ташкент на выезде из города, недалеко от рынка Аргмак. Здесь столкнулись автомашины «Лада» и «Фольксваген Гольф». Как рассказали свидетели происшествия, «Лада» ехала по трассе, направляясь к «Шимкенту», а «Фольксваген» двигался ей навстречу. Столкновение произошло в тот момент, когда водитель «Гольфа», не рассчитав маневр, повернул влево, не пропустив встречную «Ладу». От удара «Фольксваген» вылетел с трассы, скатившись во враг. В результате ДТП травму получил водитель «Гольфа» и его два пассажира, в том числе ребенок. Их в больницу доставили врачи скорой медицинской помощи. Сейчас причины аварии устанавливают дознаватели дорожно-патрульной полиции. Сотрудники Махтаральского РОВД задержали группу молодых людей, которые подозреваются в совершении скатократства. С ноября прошлого года к местным полицейским поступило около десятка заявлений о фактах кражи лошадей. Для расследования этих преступлений была создана специальная оперативно-следственная группа. Эти мероприятия дали положительные результаты. В данное время по подозрению к причастности к краже скота задержаны трое местных жителей 83, 86, 89 годов рождения. Один из задержанных ранее уже был судим за скатократство. В ходе следствия подозреваемые полностью признали свое вину. В качестве вещественных доказательств изъята автомашина «Газель». И эти похищенные лошади в основном они реализовывали в Сайрамском районе, в селе Карабулак. Вырученные деньги тратили на свои нужды. Сейчас трое задержанных заключены в следственный изолятор. По фактам кражи скота возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...